Студенты и их родители, преподаватели и чиновники собрались на юридическом факультете УЛГУ, чтобы проверить свое знание в области права. На центральную площадку очного этапа третьего всероссийского правового диктанта приехал губернатор Сергей Морозов. Глава региона отметил, сегодня в Ульяновской области уделяется пристальное внимание оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан. Я мечтаю, реально, я без всякого, так сказать, там, какой-то такой, прошу прощения, был там, не говоря о районе искренне, чтобы Конституция находилась в каждой семье. Третий всероссийский правовой диктант проходит с 3 по 10 декабря. Проверить свою правовую грамотность может каждый житель нашей большой страны очно или заочно на сайте юрдиктант.рф. Участники должны в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. Задания рассчитаны на широкую аудиторию. Интересно участвовать в подобном виде мероприятий. Сегодня мы пишем юридический диктант совместно с Ассоциацией юристов. И это достаточно интересный опыт. В первую очередь, это не какой-то сиюминутный процесс. Это процесс очень длительный, который начинается с момента твоего определения с профессией, поступлением в университет и ежедневным занятием. Цель правового тестирования – выявить наиболее значимые пробелы в правовых знаниях россиян, а также дать возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. В прошлом году диктант написали по всей стране около 200 тысяч человек. В Ульяновской области – 11 тысяч жителей. Третий раз пишем юридический диктант всероссийский. Впервые его написание было как раз по инициативе ульянского губернатора, который входит в президиум Ассоциации юристов России Сергея Ивановича Морозова. Итоги юридиктанта 2019 подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.